Баку, август 1945 года После четырёх лет опустошительной войны первые демобилизованные солдаты Красной Армии наконец возвращаются домой. Но их радость овеяна горечью. Многие их товарищи пали на полях сражений. Они уже никогда не увидят знакомые, улыбающиеся лица, не обнимут любимых, не вернутся в родной дом и город, спасённый от врага. Однако их город чуть было не обратился в руины и пепел. С самого начала войны на Западе различные враги поочерёдно угрожали Баку полным уничтожением. Не только нацистская Германия, но и Англия, Франция и даже старший брат Москва. Все они в тот или иной момент истории несли угрозу Баку из-за его великого богатства — нефти. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Конец августа 1939 года. Над Западом сгущаются тёмные тучи. Но над Баку небо ясное. Сталин только что подписал пакт о ненападении с Гитлером. И столица Азербайджанской Советской Социалистической Республики, расположенная между грядой Кавказских гор и берегом Каспийского моря, может продолжать своё мирное существование. Баку – один из наиболее значимых административных, индустриальных, научных и культурных центров Советского Союза. Здесь ценят и любят поэтов. Ещё в начале века из-за своей оперы, театров, кинотеатров, а также жизнелюбия жителей, Баку получил второе имя – Париж-Кавказа. Этот Париж расположен в четырёх тысячах километрах от своего тёзки на земле, пропитанной чёрным золотом, которое в корне изменило экономику и геополитику всего мира. С незапамятных времён всегда можно было видеть нефть, выходящую из недр Абширонского полуострова. Этому древнему маслу из камня, добываемому на небольшой глубине, быстро нашли применение во многих отраслях – топливо, фармацевтика, косметика, дерматология. Но промышленная добыча началась только в 1847 году, когда в Азербайджане впервые в мире изобрели и опробовали механическое бурение. 50 лет спустя львиной долей нефтяных месторождений Баку владеют Нобели и Ротшильды – две наиболее влиятельные и сильные европейские семьи, наряду с новыми азербайджанскими нефтяными магнатами. К тому времени Баку стал мировым лидером по добыче нефти, поставляя 11 миллионов тонн ежегодно – половину от мирового производства. Сюда стали стекаться тысячи рабочих и авантюристов, привлечённых жаждой чёрного золота. В годы этой своеобразной золотой лихорадки город становится очагом зарождения большевизма. Некий революционер-новичок с бандитскими наклонностями приехал сюда из Грузии, чтобы обзавестись опытом. Он наполняет партийную казну деньгами, похищенными у банков и перевозчиков денег. Он распространяет в Царской империи ленинскую газету «Искра» наряду с другими большевистскими газетами, печатающимися в подпольной типографии Нина, располагающейся в тайном подвале в Баку. Время от времени ему приходится проводить время в Баиловской тюрьме. Для конспирации он использует различные псевдонимы, например, Сосо или Коба, которые чаще прочих мелькали в полицейских отчётах. В 1939 году ему больше нет нужды скрываться. Уже не первый год он известен всей стране как Сталин и теперь правит Советским Союзом. Он живёт в Москве, но продолжает пристально следить за городом, где начинал свою деятельность. Несмотря на то, что Баку теперь производит нефти в 8 раз меньше, чем США, новый мировой лидер, город всё ещё производит 22,5 миллиона тонн нефти в год, что составляет 72% всего производства нефти Советского Союза. Город представляет жизненно важное значение для экономики империи. Он становится бьющимся сердцем, которое питает бесценной жидкостью большое тело братских республик и по многочисленным артериям несёт её дальше. Сеть трубопроводов, железных дорог и танкеров, организованная в 1920-х годах, отправляет нефть по всей империи и экспортирует её западным нациям. Благодаря этой обширной сети бакинская нефть вносит значительный вклад в экономическое развитие СССР. Сталин ревностно защищает драгоценный ресурс, который так жаждет его большой европейский идеологический противник — Адольф Гитлер. Намерение этого соперника — завоевать весь мир. Вот уже несколько лет его войска занимаются учениями на макетах, готовясь выступить в бой. Всё это ради создания Тысячелетнего Рейха и присоединения соседних земель, которые фюрер считает важными для своей страны. А чтобы добиться цели, Гитлер создал Вермахт — высокомеханизированные вооружённые силы. Но машины, становящиеся с годами всё более и более мощными, требовали много топлива. В зависимости от модели, один танк может потреблять до 1080 литров на 100 километров, а бомбардировщик — до 2150 литров в час. Согласно мнению его экспертов, чтобы начать войну, принимая во внимание гражданское потребление топлива, Гитлеру необходимо найти 9 миллионов тонн топлива на один лишь 1939 год. Но нефтяные скважины Рейха с учётом месторождений в недавно аннексированных австрийских и муравийских землях не покрывали одной десятой этого количества. Вот почему Гитлер вскоре после прихода к власти в 1933 году поощрил химический концерн ИГ «Фарбен» начать создавать синтетическую нефть, из угля которого в Германии было предостаточно. Этот процесс более дорогостоящий по сравнению с естественной добычей. Но для Гитлера такова была цена независимости. Однако всё ещё удовлетворяется только одна треть потребностей Германии. В будущем торговые соглашения с Румынией обеспечат его около 1 миллионом 700 тысячами тонн нефтепродуктов. А товарное соглашение, только что подписанное Советским Союзом всего за 4 дня до пакта о ненападении, гарантирует ему доставку 160 тысяч тонн с возможностью дополнительных поставок, который Гитлер намерен увеличить до 2 миллионов тонн в год. Это топливо будет поставляться границе Польши, где из-за разницы в ширине колеи оно должно переливаться в другие вагоны-цистерны. Но даже всех этих добавлений ещё недостаточно для создания резервов. Гитлеру нужны другие источники. 1 сентября 1939 года. Всего 8 дней прошло со дня подписания пакта о ненападении со Сталином. Без предварительного объявления войны Гитлер обрушивает на Польшу огромную армию механизированной техники, 1600 боевых самолётов и бомбардировщиков, а также 2600 танков. Он решил опробовать новый способ ведения боя — «Блицкрик», молниеносную войну, снижающую потребление топлива. Его главная цель — вернуть Данцигский коридор, которого Германия лишилась после подписания Версальского мирного договора в 1919 году. Также Гитлер планирует захватить нефтяные скважины в Галиции, на юго-западе Польши. Но добычу придётся делиться своим союзником Сталином. После шести недель боёв топливные ресурсы значительно истощены. Две великие европейские державы — Франция и Англия, связанные договором о взаимопомощи с Польшей — объявляют нацистской Германии войну. Но они не готовы к вооружённому конфликту и беспомощно наблюдают, как Германия стремительно прорывается вперёд. Немецким силам потребовался всего один месяц, чтобы разбить некогда отважную польскую армию. Как справиться с этой всесокрушающей силой? Как её остановить? Один верный способ — парализовать вермахт, перекрыть кран в Баку. Тогда советская нефть перестанет питать немецкие танки, самолёты и корабли. В первые месяцы так называемой «Странной войны» начальники штабов стран-союзников разрабатывают различные планы операций. Названий было несколько — «ПАЙК», «РИП», «МА-6». Но цель всегда была одна — бомбардировка Баку. Они выделяют значительные средства для строительства аэродромов и обучения пилотов. В результате они решают напасть со стороны Северного Ирака. В воздушном пространстве Баку и Батуми совершаются два высотных разведывательных полёта. Бомбардировки, которые должны продолжаться 45 дней, планируются начать 15 мая 1940 года. Дату то и дело сдвигают — вплоть до 30 июня. В распоряжении руководившего операцией капитана Джона Слессера имеются 160 британских и французских бомбардировщиков дальнего действия. На операцию выделено более 900 тонн боеприпасов, в том числе 5000 бомб в 110 килограммов, а также 70 тысяч двухкилограммовых зажигательных бомб, которые превратят пропитанный нефтью регион в настоящий пылающий ад. Баку будет стёрт с лица земли, независимо от того, что произойдёт с его населением. Жители Баку отстранённо наблюдают за происходящим. Война, начавшаяся на Западе, не вызывает у них серьёзных опасений. Горожане уверены, что советско-германский пакт о ненападении обеспечит им безопасность, и жизнь идёт своим чередом. Бакинцы даже не подозревают, сколь ужасная угроза нависла над их головами. И как может измениться их судьба? К счастью для них, спасение приносят непредвиденные события, и развернувшиеся на Западе. 10 мая 1940 года на рассвете Гитлер обрушивает свои войска на Голландию, Бельгию и Францию. В бой снова брошены сокрушительные механизированные массы, сметающие всё на своём пути и на всех парах, мчащиеся к Ла-Маншу и Парижу. Стратеги союзников убеждены, что немцам не удастся сохранять такой темп, и что запасы горючего на исходе. Однако они забывают уничтожить склады хранилища, расположенные в Бельгии, Голландии и Франции, а также распределительные сети. Таким образом немцы просто помогают себе сами. Захваченное богатство с лёгкостью покрывает расходы. Когда в районе Парижа загораются склады уже слишком поздно, поражение становится неизбежным. Одна за другой Голландия, Бельгия и Франция вынуждены сдаться. 14 июня над Эйфелевой башней взвился нацистский флаг. Великобритания, которой в последний момент удалось вернуть войска, осталась одна и заняла выжидательную позицию. В небе над Ла-Маншем Гитлер был готов к битве за Британию. Несмотря на количественное превосходство 4 к 1, трем тысячам его самолётов не удаётся одолеть противника. Они лишь существенно истощают запасы топлива. Вдали от Театра военных действий жители Баку с потрясением обнаруживают, что едва избежали ужасной судьбы. Эта информация поступила от немцев, которые во время французской кампании заполучили секретные документы, детально описывавшие план ПАЙК. Советские войска на Кавказе были приведены в боевую готовность. Зенитная артиллерия была усилена, а командование Закавказского военного округа провело боевые учения, моделирующие ответ на воздушную атаку. Тем временем нефтедобывающие скважины и нефтеперерабатывающие заводы Баку работают на полной мощности. В дополнение к обычным поставкам в Советский Союз и экспорту в Германию, Центральный комитет и Народный комиссариат постановили создать огромные внутренние запасы топлива для производства в военных целях бензина, авиационного топлива, дизельного топлива, авиамасла, моторного масла и смазок. 80% этих поставок зависит от нефтедобывающей способности Баку, а также от работников, техников, химиков и инженеров. Им едва удалось избежать англо-французской угрозы, но они не знают, что над ними нависла новая опасность. Весной 1941 года служба снабжения сообщила Гитлеру, что уже к августу армия будет испытывать недостаток нефти. Послав пакт о ненападении к чертям, Гитлер решает воспользоваться источником напрямую. Фюрер открыто заявляет своим генералам, как только Красная Армия будет уничтожена, Вермахт отправится на Баку и захватит нефтяные скважины. 8 октября 1940 года он бросил силы Вермахта на завоевание Румынии, прикрывшись намерением защитить месторождения нефти, до которых легко могли добраться советские войска. Уже в ноябре Румыния перешла на сторону Германии и подарила ей монополию на добычу румынской нефти, оценивавшейся в 3,5 миллиона тонн в год. Гитлер теперь готов выступить против Сталина. 22 июня 1941 года он нарушает свое обещание и начинает операцию «Барбаросса». 3200 самолетов, 3300 танков, 600 тысяч автомобилей, 625 тысяч лошадей и 3 миллиона солдат без объявления войны вторгаются в Советский Союз. Гитлер вновь делает ставку на эффект неожиданности. Огромная армия должна молниеносной волной отправиться по трем основным направлениям — на север Клининграду, в центр на Москву и на юг Киеву. Как и прежде, действовать нужно быстро. Запасов топлива хватит на три месяца боевых действий. Авиационного топлива хватит на месяц полетов. С этого момента Гитлер не может рассчитывать на поставки из Советского Союза. В свою очередь, Сталин шокирован произошедшим. Несмотря на многочисленные предупреждения, он до самого конца отказывался поверить, что торговый партнер может предать его. Вождь даже расстрелял немецкого коммуниста-дезертира, явившегося предупредить о нападении. Кроме того, он проигнорировал информацию, поступившую от Рамзая, своего спецагента в Японии. Являясь уроженцем Баку, более известным как доктор Зорги, этот человек сообщил Сталину даже точную дату вторжения. Отойдя от потрясения, вождь взывает к патриотизму советского народа и Красной Армии, всего полтора месяца назад с гордостью маршировавший по Красной площади. Для сражения с неприятелем он в состоянии собрать 4,5 миллиона солдат, более 20 тысяч танков и 15 тысяч самолетов. По словам личного помощника президента Рузвельта, Сталин считал, что эта война станет войной моторов. У него, в свою очередь, нет проблем с поставкой топлива. Москва может рассчитывать на кавказскую нефть. В Баку изумление быстро перерастает в смятение. Я добровольно иду на фронт. За родину! За Сталина! Да здравствует Красная Армия! Предатель Гитлер будет уничтожен! Страна в состоянии войны. Мобилизации подлежит каждой. 700 тысяч человек, почти четверть всего населения Азербайджана, вступит в итоге в армию в течение периода войны, с тем, чтобы сражаться в Великой Отечественной войне. Закончив учение, 193-й зенитный ракетный полк, расположенный в Баку, перебрасывается на запад Москвы, защищать осажденную столицу. В нефтяной промышленности решают не отставать от сотрудников мужчин и продлевают рабочие смены. 12 часов в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Без перерывов и выходных до самого конца войны. Летом 1942 года в нефтяной промышленности работали 25 тысяч женщин, составляя треть всех сотрудников. Смены могли продолжаться до 18 часов. На нефтеперерабатывающих и химических заводах женщин было еще больше. К 1944 году они составят даже 60% всей рабочей силы. В результате этого в течение первого года войны с июня 1941 по июнь 1942 года добыча нефти в Баку вырастает до 23,5 миллионов тонн. Рекордный показатель за все время добычи. Каждый, кто еще слишком мал для того, чтобы воевать, все ветераны и пенсионеры-нефтяники, каждый вносит свой вклад, независимо от возраста и пола. Советский Союз нуждается в каждой способной руке. Матери должны быть свободны для работы, поэтому государство берет на себя заботу о детях. Но оно не может остановить призрак войны от полетов над детскими садами. «Мы вышибем дверь, и вся эта гнилая структура рухнет», предсказывал Гитлер. В первые недели войны складывалось впечатление, будто он прав. Советские границы были стерты. Всего через месяц немцы находятся в 150 километрах от Ленинграда, 300 километрах от Москвы и 200 от Киева. Они захватывают резервы топлива, которые советское правительство распределило для своей техники вдоль границы за три недели до вторжения. К несчастью для немцев, большая часть из 100 тысяч тонн захваченного топлива оказалось дизельным. Оно было бесполезным, поскольку германским танкам и автомобилям требовался бензин. Склады были подожжены, и армия двинулась дальше. Великобритания думает, что Советский Союз продержится не дольше полугода. Окупировав Сирию, расположенную южнее Азербайджана, вместе с США она контролирует большую часть Ближнего Востока и его богатых нефтяных резервов. Они все еще намереваются лишить Гитлера кавказской нефти. Главнокомандующий королевскими военно-воздушными силами отдает приказ всем подразделениям быть готовыми к бомбардировке Баку. Баку переходит на режим военного времени. Заводы, работавшие на нефтяную промышленность, начинают выпускать огнеметы, пулеметы, системы залпового огня «Катюша», которые прозвали «Сталинским органом», а также элементы минометных мин и штурмовые винтовки. Кроме того, заводы производят разнообразные боеприпасы, патроны, противотанковые мины, зажигательные бомбы, гранаты и даже коктейли Молотова по 10 тысяч единиц в день. Построены огромные ангары, где собираются самолеты, которые доставляют по отдельным частям. Снова открылись верфи, где сухогрузы и танкеры Каспийского моря могут встать на ремонт и обслуживание. Благодаря химическому процессу, изобретённому выдающимся азербайджанским химиком Юсифом Мамедалиевым, заводы по переработке нефти начали производить высокооктановое авиационное топливо, значительно улучшающее технические характеристики советских самолётов, пилоты которых теперь не уступают асам Люфтваффе. Продвижение по разбитым грунтовым дорогам Украины засоряет моторы. Однако бронетехника немцев мчится с большой скоростью, что выливается в огромные затраты топлива. Удаление линии фронта от 500 до 750 километров от баз снабжения создаёт трудности в обеспечении как машин, так и людей. Но, кажется, Вермахт ничто не остановит. К концу сентября 1941 года Ленинград взят в кольцо. Немецкие войска стоят всего в сотни километрах от Москвы и уже оккупировали значительную часть Украины. Всего спустя три месяца Гитлер может похвастаться тем, что взял в плен 2,5 миллиона человек, уничтожил или захватил 22 тысячи единиц орудий, 18 тысяч танков и 14,5 тысяч самолётов. Он уверен, что вскоре захватит столицу Советской империи и доберётся до её богатств. До Баку оставалось лишь одна тысяча километров. А потом начинаются проливные осенние дожди. Всего за пару дней дороги превращаются в грязевые болота, в которых вязнет любой транспорт. Не пройти даже танком, у них слишком узкие гусеницы. Распутится, сезон бездорожья замедляет продвижение вермахта, окончательно парализовав армию. Лишь когда грязь превращается в лёд, танки могут продолжить неотвратимое наступление. Теперь они в 30 километрах от столицы. Но затем, 5 декабря, советская контратака под предводительством генерала Жукова смогла ослабить мёртвую хватку вермахта. Немцы отброшены назад, на 200 километров от Москвы. На помощь пришли обновлённые советские самолёты и раннее наступление зимы. Температура стремительно падает до минус 30-40 градусов Цельсия. Небывалые погодные условия заставляют мёрзнуть людей и технику, машины и орудия. Солдаты готовы на всё, лишь бы согреться. Наступление вновь парализовано. На этот раз надолго. Советские войска могут ликовать. Тактика Блицкрига провалилась. Покуда навигация на Волге открыта, бакинские танкеры продолжают поставлять в Москву все виды топлива, в особенности авиационного, покрывая 80% нужд Красной Армии. В Баку зимняя стихия приносит гораздо меньше человеческих потерь, чем немецкие атаки. Эта зима оставит детям незабываемые воспоминания о волшебном восторге и моментах теплоты и уюта, разделённых с теми, кто боролся с нацистскими захватчиками на фронте. В феврале 1942 года бригада нефтяников получает Орден Красного Знамени за выдающийся вклад в оборону Советской Родины. По распоряжению Верховного Совета 500 лучших нефтяников Баку получают награду в Доме техники. Их самоотверженность непоколебима. За один только апрель по Каспийскому морю переправляется 500 тысяч тонн продуктов нефтепереработки. В последующие месяцы рабочие производят ещё 800 тысяч тонн, чтобы восполнить топливные запасы страны, наполовину оскудевшие после начала военных действий. В своей штаб-квартире в Виннице на Украине Гитлер воскрешает план, который он представил своему генштабу год назад под названием План Блау. Цель — захватить кавказские нефтяные месторождения и нанести двойной удар по врагу. Это поставит Сталина на колени путём лишения его поставок топлива и решит собственные проблемы Гитлера с поставками топлива. Захват Баку назначен на 25 сентября и никто из окружения не смеет сомневаться в решении фюрера. С целью восстановления и эксплуатации нефтяных месторождений создаётся целый департамент под названием штаб Вестфален. Пропагандистский фильм даже изображает, что Гитлер опередил события и уже отрезает себе большой кусок общеизвестного советского пирога. Поначалу всё складывается как задумано. Всего за два месяца группе армий Юг удаётся захватить Севастополь и полностью оккупировать Украину. По всем фронтам Красную армию, находящуюся в состоянии хаоса, жестоко оттесняют назад. Начальник штаба предупреждает Гитлера, что такими темпами к середине сентября запасы топлива будут исчерпаны. Фюрер решает ускорить план и разделить войска. Генерал Паулюс получает приказ перекрыть Волгу к северу от Сталинграда. А генерал Лист должен захватить Кубань и Кавказский нефтяной узел. «Если мы не получим нефть Майкопа и Грозного, должен буду покончить с этой войной», так заявил Гитлер. 25 июля немцы, захватив Ростов, пересекли Дон и линия фронта растянулась более чем на 300 километров. Перекрыв трубопровод и железные дороги, снабжавшие Красную Армию, немцы стремительно ринулись вперёд. Гитлер торжествует. «Русские разбиты!» говорит он. Но вновь поставки не успевают за скоростью продвижения войск. К концу июля машины встают из-за нехватки топлива. Генералу Паулюсу приходится восемь дней стоять в трёхстах километрах от Сталинграда и ждать, когда новое горючее наполнит баки и армия продолжит завоевание. Немецкая угроза вынуждает Сталина к ответным мерам. Выходит приказ номер 227. Ни шагу назад. Вождь вызывает Николая Байбакова, новоиспечённого заместителя председателя народного комиссара нефтяной промышленности. Он является уроженцем Баку, окончившим Азербайджанский нефтяной институт. Гитлер рвётся на Кавказ, говорит Сталин. Он объявил, что если не захватит нефть Кавказа, то проиграет войну. Вы немедленно вылетаете на Кавказ, чтобы помочь ему проиграть эту войну. Но невозможно противостоять давлению немецкой армии, которая возобновляется, как только танки дозаправляются топливом. Кубанские города один за другим сдаются. 9 августа генерал фон Клейст захватывает Майкоп, но обнаруживает, что нефтяные месторождения находятся в 50 километрах к югу. Однако радио Берлина спешит заявить, что нефть Майкопа 19 тысяч тонн ежедневно будет питать Рейх. Но спустя неделю, добравшись до нефтегазоносного бассейна, генерал обнаруживает, что большинство скважин уже уничтожено. Только две из них остаются в рабочем состоянии. Однако после того, как бригады нефти восстанавливают скважины, им все равно не удается производить даже 10 тонн нефти в день. Не меньшее разочарование настигает немцев в Краснодаре, казацкой столице и самом важном индустриальном городе Кубани. Здесь основной центр нефтеперерабатывающей промышленности. Большая часть продукции и оборудования была эвакуирована в Грозный, все прочее было уничтожено. Нефтеперерабатывающий завод номер 5 и 80 тысяч тонн переработанной нефти подожжены, трубопровод подорван и скважины залиты железобетоном. Неудача не останавливает немцев. Они продолжают двигаться на восток в сторону Грозного и на юг к Черному морю. Солдаты вермахта пересекают Кавказский хребет, волоча на себе тяжелую артиллерию на высоту до 3000 метров. 21 августа группа Гротто из 1-й горной дивизии устанавливает на вершине горы Эльбрус флаг со свастикой. Этот пик высотой в 5 642 метра является самым высоким на Кавказе и в Европе. Жители Азербайджана обеспокоены этим символическим завоеванием. Немецкая угроза становится все ощутимее. Власти Баку готовят население к обороне. Сельчане из соседних деревень добровольно вносят щедрый вклад в подготовку к войне и участвуют в сборе танковой колонны. Англо-американские союзники поставляют танки по договору Ленд-Лиза, который Сталин подписал с представителем Рузвельта. Танки поставляются в Баку из Ирана, поскольку немецкие подводные лодки не позволяют кораблям союзников пересекать Балтийское море. До самого конца войны важные поставки военного оборудования будут проходить через порт Баку. Среди них 5000 танков, часть из которых предназначена для защиты Кавказа. Сталинград тоже готовился к нападению немцев. 6-я армия генерала Паулюса всего в 50 километрах. 23 августа к городу приближается 4-й воздушный флот под командованием Вольфрама фон Рихтгофена, прежде бомбившего Гернику. 600 самолетов начали смертоносный облет, не щадя ничего и никого на своем пути. Девять больших нефтяных резервуаров являются главной целью немецких пилотов. Миллионы тонн топлива начали чадить густым черным ядовитым дымом, который еще несколько дней будет висеть в воздухе. Вытекающее из подбитых танкеров топливо горит на Волге. Пощады нет ни красивым зданиям вдоль реки, ни старинным постройкам. Во время этой бомбардировки погибло 40 тысяч человек. Битва продлится 162 дня. 162 дня неусыпных городских боев. Немцы метр за метром, дом за домом захватят 90% Сталинграда. Люфтваффе сбрасывает мины на Волгу, перекрывая путь кораблям. Под контроль немцев вскоре перейдут все водные пути вплоть до Астрахани. Но полностью перекрыть их они так и не смогут. Храбро встречая воздушные атаки, моряки КАСП-флота и КАСП-танкера, базирующиеся в Баку, непрерывно продолжают осуществлять поставки топлива, продуктов питания и военного снаряжения через осаду в Сталинграде. Ценой больших человеческих и материальных потерь солдатам Красной Армии, защищавшим город, было доставлено в общей сложности 149 тысяч тонн топлива. Когда у моряков Баку больше не остается судов, они открывают новый способ перевозки. Впервые в мире все виды цистерн, иногда целые поезда из них, погружаются на воду, буксируемые паровыми судами. Красная Армия должна снабжаться любой ценой. Но на севере Кавказа немцы становятся все более настойчивыми. Бронетехника достигла Терека и угрожает Малгабеку и Орджоникидзе. Войска стоят в 60 километрах от Грозного и 500 километрах от Баку, которые находятся теперь в зоне досягаемости самолетов Люфтваффе, которые захватили Ставропольскую авиабазу. Через три месяца ожесточенных боев немецкие войска истощены. Они подобрались к Баку, но в то же время на 750 километров отдалились от своих баз снабжения. Даже автоцистерны остановились из-за нехватки топлива. Тогда немцы решают прибегнуть к традиционным способам транспортировки, которые требуют меньше топлива, но больше сил. 6 сентября 1942 года радио Москвы передает последний призыв к Кавказским республикам. Мы должны сопротивляться до смерти. Это предупредительный сигнал для нашей страны. Незамедлительно вводится военное положение. Добровольцы присоединяются к противотанковым отрядам и специальным батальонам, защищающим подступы к Черному морю. Обращение Сталина достигает Азербайджана. Государственный комитет обороны мобилизует 90 тысяч местных жителей, в основном женщин, отправив их укреплять линию обороны вокруг города. Баку готовится твердо отстаивать свои нефтяные вышки. Для того, чтобы избежать их попадания в руки врага, наиболее современные из них разбираются и отправляются в новый нефтяной бассейн на Северо-Востоке наряду с лучшими инженерами и техниками. Это грандиозное предприятие осуществляется с целью содействия новому Эльдораду, укрытому от угрозы. 764 нефтяные скважины замурованы бетоном, 81 бурильная установка переправлена за 2000 километров в Куйбышев, современную Самару. Это рискованный шаг, ведь регион производит всего 2 миллиона тонн нефти в год, 10% производства нефти Баку. Почти 6000 работников Баку перевели на работу в эти места, отчего регион получил название «Второй Баку». Однако климат этой зоны совсем не похож на мягкий климат Каспийского побережья. Летом здесь жарко, но зимой температура падает до 30-35 градусов ниже нуля. Но даже несмотря на такие суровые условия, нефтяникам удается увеличить добычу на 42% в течение первого года. В регионе обнаружено 5 новых месторождений нефти и газа. Начинается строительство гигантского нефтеперерабатывающего завода и первого трубопровода, созданного для обеспечения военных заводов, расположенных в 165 километрах далее на восток. Тем временем, стараясь компенсировать снижение производства из-за закрытия современных вышек, в самом Баку ценой серьезного ущерба для окружающей среды активизируется 25 старых и заброшенных скважин. Производство не должно останавливаться несмотря ни на что. Это ежедневная битва, и все нефтяники мобилизуются на своих местах. Им не разрешено служить в Красной армии без особого разрешения от Комитета Государственной обороны. Появляется даже особый девиз «Наш Сталинград у каждой скважины». По инициативе Николая Байбакова, который был назначен в Государственный Комитет обороны, тайными путями в Баку направляются поезда со взрывчаткой. Они предназначены для уничтожения оставшихся скважин, но только в крайнем случае. Байбаков стоит перед дилеммой. Сталин предупредил его «Если вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем». И добавил после короткой паузы «Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, а Гитлеру так и не удастся достичь их, и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем». Над Баку нависла двойная угроза. Враг хочет захватить город любой ценой, но что еще хуже, родина готова пожертвовать им. Не говоря уже о том, что и Черчилль не отказался от плана уничтожения города. В картографической секции Национальной библиотеки Шотландии в Эдинбурге была найдена карта Баку с отмеченными целями бомбардировки. На Северном Кавказе воздушная заправка делает возможным для немецкой бронетехники возобновить движение. Но теперь их останавливает серьезное сопротивление советских войск, которые бомбят Ставрополь. Боевой дух захватчиков падает, в то время как боевой дух защитников Родины поднимается. Теперь Красная Армия решила зайти с тыла. Чтобы не попасть в ловушку, немцам приходится отступить. Гитлер понимает, что ему не удастся захватить Баку, и битва за нефть в этом году проиграно. Он решил не оставлять кавказские нефтяные скважины врагу. По его указу, Рихтгофен с оставшимися 123-мя бомбардировщиками начинает серию рейдов на Грозный и интенсивно бомбит его с 10 по 12 октября. Однако нефтеперерабатывающие предприятия были разобраны и эвакуированы вместе с запасами нефти по направлению к Каспийскому морю. Гитлер желает обречь Баку на подобную судьбу, но так как советские воздушные войска уничтожили базу в Ставрополе, люфтваффы уже не могут добраться до города. Фюрер переключает все свое внимание на Сталинград. Если он хочет сохранить лицо и оставить дверь на Кавказ открытой для того, чтобы возобновить наступление на Баку во время следующей кампании, он просто обязан захватить город, названный именем его врага. Как символично. Шестая армия Паулюса контролирует 90% города. Однако 19 ноября 1942 года впервые за ход сражения Красная армия одерживает верх. Жуков посылает в контратаку своих генералов Ватутина с севера и Еременко с юга. Они должны окружить войска Паулюса. Через несколько дней советские армии воссоединяются. Шестая армия зажата между Доном и Волгой. Им некуда отступать. 23 ноября Паулюс отсылает Гитлеру сообщение «Совершенно секретно. Мой фюрер, у нас кончается топливо». Его хватит, чтобы перебросить оставшиеся танки на 30 километров. Но ближайший немецкий фронт находится в 50 километрах. Гитлер просит Рихтгофена организовать воздушный мост. На протяжении 70 дней, несмотря на серьезный риск, ежедневно армии доставляется 95 тонн материалов, боеприпасов, продуктов и топлива. Эта цифра далека от удовлетворения потребности армии из 270 тысяч человек, которым нужно в 10 раз больше. На обратном пути Люфтваффе удается эвакуировать 25 тысяч раненых солдат. на советской стороне раненые регулярно эвакуируются по Волге. В большинстве случаев их отправляют в Баку. Созданные летом госпитали начинают принимать их. В общей сложности на протяжении четырех лет войны около полумиллиона раненых солдат пройдут лечение в Баку. Эти люди на короткий срок спасаются от ада войны, прежде чем вернутся на фронт. Паулюс, попавший в Сталинграде в ловушку из снега и холода, теперь сталкивается с контрнаступлением Жукова. Неэффективный воздушный мост теперь прерван. Людям не хватает пищи, машинам бензина. Такое положение вещей сохраняется больше месяца. Советские войска, в свою очередь, не испытывают недостатка ни в продовольствии, ни в топливе, ни в амуниции. Ситуация Паулюса безнадежна. 31 января 1943 года он сдается вместе с 24 своими генералами и остатками армии в 110 тысяч человек. Через два дня за ним следуют остальные. Гитлер только что повысил Паулюса до фельдмаршала, вероятно, надеясь, что тот совершит самоубийство. Прежде ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен живым. Но Паулюс предпочитает сдаться. Германия никогда больше не будет иметь возможность вновь продвинуться на Кавказ. Никогда больше фашистская угроза не нависнет над Баку, который, несмотря на падение в два раза добычи нефти, в связи с передислокацией, будет продолжать отправлять Красной Армии тысячи километров железнодорожных цистерн с нефтью. 1300 километров только лишь на одну Курскую битву, самую грандиозную танковую битву в истории, в июле-августе 1943 года. Баку теперь безопасно от угроз принимает некоторых знаменитых гостей. В ноябре 1943 года Сталин проезжает через Баку по пути на Тегеранскую конференцию с союзниками. По слухам, перед отъездом он настойчиво требовал посещения Баиловой тюрьмы, видимо, желая вспомнить бурную юность. И Деголь в ноябре 1944 года по пути в Москву для встречи со Сталином. Остановившись всего на сутки он принял приглашение местных властей насладиться великолепной азербайджанской оперой. Полгода спустя, 9 мая 1945 года весь город празднует объявление о капитуляции Германии. Жители Баку считают, что их город заслужил звание города-героя и артиллерийского приветствия, которыми Сталин наградил свои четыре города Ленинград, Сталинград, Севастополь, Одессу восемью днями ранее. Даже если Баку удалось избежать чудовищной судьбы этих городов, он внес значительный вклад в победу, принеся в жертву ради общего дела свою нефть и жизни своих жителей. В каждой семье плакивают отца, мужа, брата или сына. Из 700 тысяч азербайджанцев, ушедших на войну, 400 тысяч никогда не вернулись. Но каждый сражавшийся на фронте и в тылу утешает себя мыслью, что без черного золота их земли Советский Союз и его западные союзники могли бы и не выиграть войну. В этот момент времени они могут представить себе более уверенное будущее. Но могли ли они представить себе в своих самых невероятных мечтах, что спустя 50 лет Азербайджан восстановит свою независимость, завоеванную на короткий срок с 1918 по 1920 год, и что их страна сможет наконец свободно распоряжаться своими драгоценными ресурсами по собственной воле. орхидеев на короткий Субтитры создавал DimaTorzok